Раньше эта улица называлась Горького 25, точнее этот адрес был. Вот здесь можно сейчас посидеть просто на улице. Вот такой вид с кафе. Сходили с вами, в театр называется. Ой, классно то, что на входе в парк есть, смотрите. Я поняла, я сегодня не особо себя чувствую туристом, потому что я без рюкзака. Вот без рюкзака вообще не те ощущения, честно сказать. Ходила сейчас в аптеку. Приехали в Ригу. Как я не приеду, тут, смотрите, все время я из Вильнюса. Красавчик. Так, мы находимся в центральной станции Рига. Латвия-Зельстельш. Здесь сегодня так тихо, спокойно. Идем, идем, идем скорее. Субтитры сделал DimaTorzok. Раз тут иду, хотела вам цирк показать, открыть двери, зайти посмотреть цены. Что-то как-то не могу закрыть, закрыто все. Наверное, еще не работает, да? В Риге все такие модные. Девочки ходят за ручки. У всех такие яркие, красивые волосы. В общем, что-то как будто новенькое. Летнее, что ли, не понимаю. Мороженое в парке продается. Фонтанчик. Вот мне больше нравится, когда парень с девушкой за ручку. Шикарная просто клумба по дороге. Смотрите, вся красненькая, красненькая. Прогулялась немного по Вермунскому парку. Тут такая красота. Люди, опять же, лежат на травке, отдыхают. После учебы, после работы. У фонтана много деток. В общем, сегодня теплый, хороший день. Ясный. Поэтому, почему бы не отдохнуть в парке? Шикарно вообще. Ветер теплый. Супер. А я иду, в принципе, по делу. И немножко снимаю по дороге. На своем пути, что вижу, то пою. После лига еще не везде успели убрать. После праздника. Сейчас мы с вами пройдем к Рижскому кафедральному собору. Знаменитое кафе. Вот так вот сидишь. Кушаешь. Вот сидишь на стульчике. И видишь вот такую картину. Вот так вот здесь красиво все сегодня. Шикарно. Как же Рига без болтов? Без болтов никак. Так, здесь тоже в парке. Видите, прямо напротив собора. Фонтанчик. Он тоже с подсветкой. Вокруг клумба с цветочками. Здесь какие цветочки красивые. У нас, получается, хочешь не хочешь, экскурсия по Риге. Ой, вот эта красота. Красота. Ароматы прямо из детства. Дальше смотрите дерево со скворечниками. Посередине тоже, смотрите, шикарные дубы. Вообще шикарно. Мне нравится. Нравится так погулять. Вот второй фонтан. Там дальше какое-то мероприятие. Только что здесь курицы бегали. Я их не успела выловить. Или курицы, или петушки, я не поняла. Но, в общем, здесь кто-то очень так бегал серьезно. И вот скворечники. Целое дерево скворечников. И вот сам собор. Красивый какой. Так хорошо отсвечивают купола. И тут парочка сидит. Аж глаз радуется, когда вижу мальчика и девочку. В общем, тут что-то серьезное для фанов сделано. Написано, купи билет в фановой зоне за 10 евро. И получи особый купон, что ли. В общем, тут такой крытый зал. Огромный телевизор. И стульчики. Это не то, что ставки на стол. Что-то такое. Вот какая-то реклама. Не понимаю, что это. Стульчики тут. В общем, VIP-зона там такая красивая. В общем, тут будет что-то очень интересное. Будут что-то смотреть, болеть. Скорее всего, чемпионат мира по футболу. А смотрите, какая здесь шикарная клумба. Какие цвета. Так, а тут, смотрите, памятник такой. Так, Голландия поздравила Латвию. Вот вся информация. Нидерланды поздравили. И тут, смотрите, Голландия. Это страна велосипедов. И тут клумба такая. Я думаю, что здесь в сезон тюльпаны были. Шикарно вообще. Видите, так поздравили. Я на самом деле в этом парке жду встречи. Сейчас должна быть через 10 минут. И пока хожу. Но меня тут смотрят. Хожу, цветочки снимаю. Клумбу везде подхожу. Везде залезу. Кто как отдыхает. Кто-то сидит в карты, играет. Кто-то просто релаксирует. Кто-то с книгой в парк пришел. Здорово. Классно, что на входе в парк есть, смотрите, такая штука. Можно попить водички. Можно набрать бутылку. Тут вот кнопочку нажимаешь. Наверное, да. И водичка идет. И также можно наклониться. Здесь, смотрите, такой фонтанчик. Ху-ху! Где-то я такие уже видела примерно. Ой, тут даже, смотрите, можно собачку или котика попоить по дороге. Классно. Где тут нажать? Где собака нажимать будет? А, вижу, вот здесь. Опа. Тут специально, видите, даже дольше выходят, чтобы собака попить могла. Пример, видите, как пьют. Где-то я уже такое видела. Нам, кстати, в Юрмале тоже не мешало бы такое установить. В жару самое то. Особенно на море, представляете? Где-нибудь, где колонка стоит, там же и колонка, чтобы воду набрать. Здание как-то отличается от остальных. Элизабетта села. Моцики, моцики. Симпатичные. Подсматриваю немножко. А здесь какая красота. Тоже видно. Еще даже где-то пленка. Тоже красота. Сейчас посмотрим, что это. Так, тут, значит, хлеб и кофе можно купить. Вот выпечка. Можно посидеть, попить кофейку. И вот девочки только что вышли, попили. Покушали булочек. Так, друзья, мы находимся с вами на крыше на Валдемара 25. Здесь, значит, вот это здание перед нами. Здесь когда-то было кафе. Кафе называлось Сиголда. И сейчас я напишу, в каком году это кафе переименовали, дали им другое название, как Зелта Руденс. Вот. Сейчас здесь что-то другое, понятное дело. Но вот это место. Почему я это решила заснять? Потому что мне пришел комментарий. И люди спросили, что сейчас на этом месте вообще, что тут сейчас находится. Покажу, как выглядело это кафе раньше. Фотографию вам сюда вставлю. И вот, видите, что тут у нас вокруг. А вокруг, в принципе... Вот, кстати, по фотке видно вон то здание. Поэтому легче было найти вот это здание, которое там идет дальше. Его видно. Вот. Сейчас тут Оливия. Вот такое здание. И вот такое на углу. Вот это кафе с этого ракурса. Значит, здесь у нас крыша на Валдемара, а там Дзирьного улица. И раньше эта улица называлась Горького 25. Точнее, этот адрес был. Вот здесь можно сейчас посидеть просто на улице. Вот такой вид с кафе получается. Вот так примерно. Значит, зашла я вовнутрь. Там все лакшери-лакшери. Снимать это мне стало. Но все прям... Все очень дорого. Очень. Можете написать Оливия в интернете. Видно, что богатая улица. Все такие в костюмчиках, таких платьицах, в пиджачках. И я такая со своими васильками по городу гуляю. Я не знала. Тут, оказывается, не все здания можно снимать. Что-то придется почистить. Так, проходим мимо Латвийского национального музея искусств. Тут, смотрите, реконструкция. Что-то чинят, что-то улучшают. И вот такая красота. Здание красивое. А вообще трындец. Идет себе турист, снимает, снимает. И там где-то маленькая наклеечка, что снимать нельзя. На одном углу, да. Я бы так и даже не заметила. Что снимать нельзя. Вот так вот туристы снимают и не знают, что нельзя. Посольство Республики Казахстан. Так, проходим мимо Дома Конгрессов. Идем к пирамиде. Значит, вот она пирамида. Парк. И зайдем сюда вовнутрь. Что тут? Пирамида. О-хо, пирамида. Понятно. Выход на парковку, скорее всего, да? Фонтанчики. Ну-ка, там нету монеток в воде. Есть сердечко. Вот. С подсветкой. Я задолбалась. Я что не иду, все нельзя снимать. Ну что это такое вообще? Так, Рижская государственная вторая гимназия. Так, значит, у меня сегодня платье до колена. И я заметила, что это чуть ли не одно из самых длинных платьев, то, что я сегодня увидела. У кого-то прям вообще чуть-чуть прикрыто, и все. И любой комплектации, кстати. Так что я не особо модная. Нужно что-то покороче найти. Так, смотрите, тут у нас уточка отдыхает. Прям в парке нашлось. Я шикарное место. Подсматривает за нами немножко. Тут можно встретить бобров. И так далее. Вот так вот выглядит. Видите, здесь каналчик такой. Мы тут проезжали по этому каналу. Проезжали на лодочке. А сегодня гуляем здесь. Ой, хотела сказать Арбасом Каем. А я там сидела и всем махала. Махала-ла-ла-ла. Привет. Так, Латвийский национальный театр. Ну-ка, немножко поближе подойдем. Ой, вижу только свое отражение. Так, тут реклама. Что тут будет. Какие афиши. Ну-ка, интересно, что там внутри. Тут просто можно посмотреть, какие будут. Ну-ка, сейчас тут все закрыто. Театр все закрыто. Тут касса. Входили с вами. В театр называется. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, плавает. Да, собачка хотела бы без поводочка поплавать. С поводочком как-то неинтересно. Она падает в воду и обратно. Так, кажется, человек заблудился. Турист заблудился. Наверное, это киломакс ищет. Так, здесь у нас, смотрите, катамараны. Ну, мы с вами проплывали по этой реке. По каналу. Друзья, найдите герб. Своего города. Так, значит, смотрим. Наверху у нас Рига, Елгова. Ниже идут Даугапилс, Екапилс и Юрмала. И видите, я Юрмала нашла. Дальше Лепе, Резигневал, Мировенспилс и так далее. Все их я не смогу перечислить сегодня. Ну, найдите свой город. Значит, наверху это города большие, а внизу это уже области. Новоц, видите, Кандавас Новоц, Елгавас Новоц, Екапилс Новоц и так далее. Смотрите, как прикольно. Сидишь на качелях за столиком. Хлобысь. Сидишь, качаешься. Тут также можно и на обычных посидеть. Но эта идея прикольная. А ну-ка. Значит, здесь латвийский военный музей. О, какой посетитель. Сидишь в кафе с таким видом шикарным. Я поняла, я сегодня не особо себя чувствую туристом, потому что я без рюкзака. Вот без рюкзака вообще не те ощущения, честно сказать. Надеюсь, этот объект можно мне снимать. Вот здесь написано, что Домская площадь Галлопунктс. Домская площадь Галлопунктс. Домская площадь Галлопунктс. Газ как будто пустили. Янтарь. Я так смотрю, что уже закругляются. У меня последнее время тянет прямо к памятнику свободы. Продолжение следует. Смотрите, как красиво отсюда. И кораблик сейчас еще идет. Плывет. Вот я нормальный блогер, а? Точнее, нормальный человек. Нормальный человек шел бы себе смотрел. И быстрее, быстрее по своим делам. А мне же надо везде залезть и все заснять. Ворона-вегетарианка. Что случилось? Я знаю, что ты умная. Я читала про тебя. Ха! И улетела. Вышла бы себе и шла. Нет, надо. Вот надо. Как я такую красоту пропущу. Офигеть. Первый раз увидела, как бабушки дерутся за место в переходе. Говорит, иди на свое место. Видимо, там есть такие самые крутые места. Вроде все. Ну-ка. Электричка едет. Девять, десять, десять. Девять, десять, десять. Так, ну вроде перечитала, вроде все на месте. Да. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok